Друзья, здравствуйте! Вы на канале Круговорот Дача Огород. Сегодня мы будем формировать свою красивую герань. Ее в основном называют пеларгония. Пеларгония бывает зональная, бывает плющелистная, королевская, ну и так далее. Вот, посмотрите, здесь у меня маточный куст. Ему где-то полтора-два года. Я его всегда, каждый год формирую. Бывает даже несколько раз за год. Собираю тем самым, во-первых, не даю этому кусту полковаться в одну палку, расти и в дальнейшем цвести неопрятным кустом. Я его делаю, делаю ему формировку, сдерживаю ему высоту роста, контролирую этот процесс и посмотрите, как хорошо кустится моя пеларгония. Мало того, что кустится, так еще и продолжает цвести с весны до поздней осени. Сейчас у нас середина октября месяца. Можно сказать, уже скоро растения уйдут на покой. Многие из вас уже занесли свои все полюбившиеся цветы на зимовку, в комнату, в дом. Мы ее будем сейчас в скором будущем обрезать. Обрезать полностью наш кустик. И этот куст будет стоять всю зиму у нас где-то в помещении при плюс 15, плюс 18 градусах. Мы ему не будем делать дополнительную подсветку. Достаточно будет всего лишь навсего дневного света. Вот сейчас я покажу, как я буду обрезать свои пеларгонии. Формировать тем самым для будущего, на следующий год, чтобы пышно разрастались кусты и при этом не полковалось наше растение. А это очень важно. Ну вот это вот молодые растения, которые в принципе еще нету и года. Посмотрите, как цветет прекрасно. Эту пеларгонию я выращивал из семян. Где-то в январе месяце я сеял семенами. И совершил одну маленькую ошибку. Я не сделал прищипку. И у меня начала пеларгония в принципе идти в одну палочку, в один стебель. Посмотрите. Начала полковаться. Ее нужно было сделать прищипку где-то над 8-10 листиком. Сделать прищипку точки роз. Но я не сделал. Потом не было времени и вообще я ее потерял. Она так росла по-своему. А потом мне стало жалко прищипывать, потому что уже начала свисти пеларгония. Вот если не сделать прищипку вот сейчас, то весной снова станет ее жалко, потому что ближе к весне она снова начнет засветать, выдавать побеги цветонос. Вот чтобы этого не происходило, чтобы сдержать рост. И чтобы кустик был пышным и ближе к весне разрастался зеленой массой. Потому что вот когда мы обрежем вот эту вот палочку, вот посмотрите, стебель один идет. Стебель лысый, можно сказать. Это все узлы, это спящие почки, которые будут выдавать все новые и новые побеги. Вот как здесь, посмотрите. Новые побеги выдает, кустик обрастает. И вот этот главный стебель нужно тоже прищипку сделать. Все остальное нужно укоренить. Вот сейчас мы, посмотрите, обрезаем мы примерно, оставляем 5-7 сантиметров. И вот так наше растение будет зимовать спокойно. Потом оно начнет выдавать все новые и новые побеги из спящих почек. И тогда кустик обрастет самостоятельно. Если мы не сделаем, так же палочка, вот этот стебель будет все выше и выше расти. Ни о какой декоративности речи не будет идти. И вот, чтобы сделать, мы обрезаем, отсчитываем, оставляем между узлами. Раз, два, три. И срезаем. Можно четыре оставить. Примерно где-то 5-6 сантиметров. И срезаем полностью наше растение. Вот здесь то же самое. Отсчитываем. У нас здесь раз, два, три узла. И прищипываем. Таким образом мы формируем свои будущие кусты. Чтоб эти кусты на следующую весну уже стали пышнее. То же самое здесь. Обстригаем. Примерно так. После этого мы, конечно, делаем обработку от всех грызущих насекомых. Это мы сделаем так же. На днях выпустим ролик свой об этом. Как мы это делаем. Как мы обрабатываем, как проливаем, чем проливаем, чем делаем эти. Обработки от гусениц, от насекомых. Чтоб их никто не грыз. Чтобы никакие мухи не летали. Бывает белокрылка появляется, заводится, если не делать обработки. Так что мы об этом снимем ролик. Ну вот, друзья, мы обрезали верхнюю часть наших кустов. Сейчас мы соберем все возможные черенки. Убираем, конечно, соцветия. Они нам не нужны больше. Можно поставить в воду, конечно, полюбоваться еще какое-то время на цветочек. Здесь, кстати, пуансетия. Мы покупали этот цветочек на Рождество. И посмотрите, растет и не сдается. Можно попробовать даже ее начеренковать. Мы этим займемся в ближайшее время. Теперь, в общем, мы ставим в воду эту. Вот это наше соцветие, пускай еще в воде постоит какое-то время. Украсить нашу комнату. Все, теперь мы собираем черенки. Где-то примерно они должны быть около 6-7 сантиметров. Этого будет достаточно для укоренения. И, друзья, ну вот, вот такой вот стебель. Мы берем где-то 5 сантиметров, 5-6. Чуть ниже между узли. Срезаем. Теперь убираем вот это соцветие. Оно будет лишним. Будет просто тянуть на себя силы забирать у черенка. Оставляем всего где-то примерно 3 листика. Это будет достаточно. Можно даже 2. А вот этот маленький тоже будет считаться. И теперь лишнее мы убираем. Даем подсыхать месту среза где-то 1,5-2-3 часа. И после этого припудриваем корневином. И устанавливаем его в почву. Почва бывает разная. Для укоренения подходит чистый вермикулит. Можно использовать просто садовую землю покупную. Можно смешать это все. В общем, всех этих, в принципе, укоренения, именно принципов укоренения, их очень много разных. Вот можно сказать, начнем с того, что использовать можно просто вермикулит. Можно использовать вот такую садовую землю. Принципов очень много. Мы в этом году вот такую садовую землю закупаем. Это грунт универсальный. У него, в принципе, есть все необходимое для того, чтобы хорошо, успешно укоренить наши черенки. Вот здесь попадаются всякие, например, большие части, например, деревяшки, еще что-то там бывает попадается. Вот это все нужно убирать. Берем только вот такую вот смесь, чтобы она была однородной, чтобы она была мелкой. Бывают волосяные структуры попадаются. Нужно прощупывать, смотреть. Вот можно использовать вот эту землю, а можно добавить еще вермикулит. Вермикулит это хороший удержатель влаги, во-первых. Во-вторых, разрыхлитель почвы, дренаж очень хороший. Лишнюю влагу вермикулит вбирает в себя. А когда нужна влажность, когда пересыхает грунт, он отдает. Вот, в общем, хорошее, вообще хорошее вещество природного характера. Перемешиваем. Можно делать один к одному. Вот так перемешали. И у нас получился воздухо-влагопроницаемый грунт. Теперь мы должны этот грунт поместить в любую емкость. Это может быть стакан, а может быть вот такой контейнер. Если много черенков, теперь уплотняем его немножко. Друзья, ну, в общем, много методов укоренения существует. Какой понравился, вам пользуйтесь им. Самое главное это формируйте кусты, формируйте свою пеларгонию. Ну, вот в контейнер где-то почвы должно быть где-то около 5 сантиметров. Этого будет достаточно для укоренения. Теперь после этого можно сейчас пролить водой тепленькой, отстоянной. А можно после того, как мы поместим наши череночки в грунт. Это, в принципе, большой роли не играет. Самое главное не забыть полить их. Вот, все мы выровняли. Посмотрите, получился контейнер. Теперь после того, как пройдет 2-3 часа, мы припудриваем наш череночек в корневине и помещаем в почву где-то примерно на 1,5 сантиметра. 1,5-2 сантиметра максимум. Укрываем укрывным материалом любым. Это может быть любая пленка или пакет, чтобы создать определенную влажность. А после где-то пройдет 3-4 дня, мы полностью можем убрать этот укрывной материал. Это на первых порах надо. Сделать такую вот миниатюрную тепличку. После этого где-то пройдет где-то 10-15 дней и 100% нашей череночки укоренятся. Не жалейте пеларгонию, обстригайте, обрезайте. Надо вот этому маточному кусту обязательно отдохнуть за весь период зимний. Тогда пеларгония будет пышно, мощно, красиво расти, начнет озеленяться ближе к весне, начнет выдавать массу побегов из спящих почек. И будет куст тогда приземистый, пышный, красивый. Сейчас мы снова вот эти вот черенки, которые у нас есть, мы все полностью укореним. Мы сейчас их все подготовим, подождем время, 2-3 часа и укореним. Вот он, посмотрите, какой длинный побег, черенок вот этот наш, стебель. Мы его отрезаем, отрезаем здесь. И можно его поделить на две части. Вот он, где-то 10 сантиметров. По 5 сантиметров забираем. Вот этот верховой черенок мы убираем отсюда все лишнее. Соцветия обязательно убираем. И вот такой, в принципе, 2-3 листика оставляем. А промежуточный вот этот череночек тоже можно укоренить. Самое главное не перепутать верх и низ. Вот мы также убираем несколько листиков, оставляя. Где-то примерно 3-2-3 листика оставляем. И то же самое, даем подсыхать вместо среза, припудриваем и ставим в грунт. И вот представляете, сколько у нас будет новых-новых растений. Во-первых, у нас сам маточный куст будет сохраняться. Плюс еще мы ее и размножим очень хорошо. Здесь то же самое. Чуть ниже узла забираем. Черенок, посмотрите, уже такой имеет где-то 5-6 сантиметров. Вот это соцветие тоже убирается. Ну вот, друзья, здесь то же самое. Посмотрите, в одну палку пошло растение развиваться, расти. То же самое, забыли, не углядели, вовремя не сделали прищипку. Но ничего страшного. Мы сейчас срезаем, посмотрите. Вот так срезали. И у нас из спящих почек пойдут новые побеги. Это будет уже маточное растение. Ближе к весне оно еще сильнее расширяться начнет. Мы его немножко пересадим в более просторный горшочек. Примерно где-то на полтора сантиметра пошире. Все здесь так же. Срезаем, оставляем где-то 6-7 сантиметров сверху. Остальное срезаем. Теперь убираем листики. Лишние вот эти. Убираем соцветия. Вот у нас получился такой вот черенок. Даем тоже подсыхать. И все в общий контейнер. Мы в принципе постараемся укоренить. Практически бывает 100% укоренение. Сейчас осенью лучше всего этим заняться. Друзья, прошло примерно 2 часа. Срез затянулся. Можно использовать вот такой корневин, порошок. Прям слегка обмакнуть. Обязательно можно обтрясти его. Лишнее убрать. И вот мы не проливали еще. Теперь заглубляем на полтора сантиметра в глубину. И смыкаем. Смыкаем грунт, чтобы воздух лишний вышел. И так все остальные наши черенки. Мы так же делаем. Слегка прям припудриваем. Лишнее убираем. И где-то на расстоянии 3-4 сантиметра друг от друга устанавливаем череночки наши. Во-первых, не бойтесь обрезать свои кусты маточные. Они тем самым лучше отдохнут. И лучше будут расширяться именно не вверх расти, а именно приземистые будут расширяться. Плюс ко всему, как вы видите, собираем массу черенков, укореняем и размножаем таким способом. После этого обязательно мы проливаем почву, обычно отстойной водой, и накрываем вот таким вот пакетом. Ну, сейчас я покажу, как мы это делаем. Вот так вот немножко прям проливаем. И все, после этого мы накрываем. Конечно, лучше всего иметь прозрачный пакет или прозрачную пленку. И вот так вот накрываем. Аккуратно накрываем наши череночки. Создаем такой вот микроклимат. И при температуре где-то плюс 20 градусов, это будет оптимальная температура для хорошего укоренения. Мы сейчас их занесем в дом, на светлое место поставим, в теплое помещение. И будем уже наблюдать за ихним развитием, за ихним укоренением. И поделимся обязательно с вами. Друзья, всем пока, всем вот так. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok